Здравствуйте! В прямом эфире программа события новости большого города на Средней Волге вам готовы рассказать наши журналисты и я Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Фрунзенский мост откроет до конца года. Губернатор Дмитрий Азаров проверил его готовность. Два раза больше и два раза выше прежнего. Ледовый дворец Самарии оброс новыми стенами. Вскрытие покажет. Городские власти потребовали от ресурсников оперативнее устранять аварии. Помогут не только морально, но и материально. Начинающие бизнесмены могут рассчитывать на финансовую поддержку от городских властей. Что читают дети, когда они уже не дети? Известный московский литературный критик рассказал о какие книги способны увлечь подростков. Трудится круглосуточно. Строительство Фрунзенского моста в Самаре подходит к концу. Это сегодня проверил глава региона Дмитрий Азаров. Когда автомобилисты смогут проехать по новой дороге, выяснил Анатолий Головко. Остались последние штрихи. Фрунзенский мост почти готов. Уже до конца года здесь должны запустить движения для автомобильного транспорта. Общая протяженность новой дороги, которая включает в себя мосты через реку Самара и озеро Банная, составляет 2 километра 670 метров. Движение по мосту запустят только после того, как конструкцию испытают на прочность. Первыми на мосту окажутся 25 большегрузов. Так подрядчик сможет понять, выдерживает ли он нагрузку, которая указана в проекте. Планируем в конце ноября, в начале декабря провести сами испытания. Сейчас техническую часть мы всю прорабатываем. После этого можно будет уверенно сказать, что движение можно будет запускать. Левобережная часть транспортной развязки готова на 99%. Сейчас там устанавливают шумозащитные экраны и освещение. По основному ходу движения на улице Фрунзе совсем скоро нанесут разметку и установят дорожные знаки. На правом берегу работа еще кипит. До конца года строители планируют доделать восьмой съезд. Девятый съезд на Степана Разина, Куйбышева и Чапаева должны закончить в 2020 году. По словам главы региона, подрядчик должен справиться с поставленными задачами в срок. Ни шагу назад. Никаких там движений вправо, как это сейчас модно строителям говорят, здесь нет. Нет вариантов. У нас МОС должен принять движение до конца этого года. Точную дату, надеюсь, в первой декаде мы обретим. На строительство второй очереди Фрунзенского моста выделили 1 миллиард рублей по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который инициировал президент России Владимир Путин. Проект предусматривает строительство магистральной трассы от улицы Шоссейной до границ Самары. Ее протяженность должна составить 7 километров 800 метров. Дорога будет иметь выходы на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, региональную автодорогу Самара-Волгоград, а также обеспечить транспортную доступность Южного города и Новокуйбышевска. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Новое место для будущих больших побед. Через два года в Самаре откроют Ледовый дворец спорта. Его строят на месте старого и обещают, что места в нем хватит не только для хоккеистов-фигуристов, но и даже для любителей керлинга. Новая арена сможет вместить 5000 человек, и это в полтора раза больше, чем раньше. Сегодня на стройке побывали общественники. Что уже успели сделать, увидел и Андрей Горгуленко. 600 тонн металлоконструкции потребуются для строительства нового Ледового дворца спорта. Основную часть этого объема составят фермы. Это конструкции, которые будут возвышаться над основной ареной и удерживать крышу. Сейчас фермы изготавливают. Первую планируют монтировать в декабре. А пока возводится основа для трибун и стены. Работы почти завершены. Оставлен только технологический проем, через который будут доставлять фермы внутрь. То есть через этот проем будет завозиться металлоконструкции, монтироваться, и впоследствии, после установки последних ферм, он будет, соответственно, завершен. Поэтому это чисто технологический проем. Параллельно ведется и монтаж входа. Его будут украшать колонны. На здании снесенного дворца спорта были панно. Теперь они украсят стены и нового здания. В память о старом здании мы воспроизводим на фасадах те рисунки, которые были в виде панно на старом здании. Мы их укрупняем и стилизуем по мотивам этих старых панно, вписывая их в новый масштаб архитектуры. Строители укрепили подпорную стену со стороны Волжского проспекта и предусмотрели подключение коммуникаций. При строительстве здания это позволит избежать дополнительных земельных работ. Очень отрадно, что на сегодня этот объект уже подключен к системе водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Решается вопрос подключения на следующий год к электроснабжению. То есть это все делается заранее, чтобы потом, когда все будет готово, не начинать раскапывать траншеи, ломать асфальт. То есть сейчас все это предусмотрено и все это исполняется. Строительство контролируют не только надзорные ведомства, но и активисты. Сегодня объект осмотрели представители общественной палаты Самарской области и общественного совета при региональном министерстве строительства. Работа на площадке идет круглосуточно, но ночью строители стараются не шуметь. Ни одного замечения по поводу либо строительных работ шума, либо по поводу светового загрязнения от жителей Самарской области. А для нас уровень комфорта проживания жителей – это один из главных вопросов. Мы четко отслеживаем те этапы строительства, которые на сегодняшний момент реализованы. И мы видим, что по этому году мы идем в очень хорошем темпе. Помимо основного зала с трибунами на 5000 человек, в новом дворце спорта разместится второе поле для тренировок хоккеистов и фигуристов, площадка для керлинга, несколько раздевалок. Проект предусматривает также хореографический зал, универсальный спортзал и четыре конференц-зала общей вместимостью 800 мест. Пока этот спортивный инвентарь здесь бесполезен. Но уже во второй половине 2021 года строительные каски сменят хоккейные, а клюшки в сочетании с коньками и полными трибунами будут создавать невероятную спортивную атмосферу. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Для жителей железнодорожного района Самара спорт, хоть и не в таких масштабах, но уже стал доступнее. Новую площадку для занятий уличной гимнастикой оценил наш корреспондент. Быстрее, выше и сильнее станут ребята на улице Тухачевского. Здесь открылась новая спортивная площадка для воркаута – уличной гимнастики. Этому сильно обрадовались местные школьники и студенты, которым раньше негде было заниматься спортом. Наконец-то можно где-то будет заниматься людям вообще. Раньше здесь что было? Два турника стояло, ничего нельзя было сделать. А теперь хоть нормальная спортивная площадка. Площадку обустроили на средства благотворительного фонда. Место выбрали поближе к школе и студенческим общежитиям. Организаторы уверены, что турники не будут простаивать без дела. Я думаю, что эта тема будет всем интересна. В общем-то и даже не только, скажем так, людям поколения молодого возраста, но и людям поколения постарше. Мы верим в то, что в скором времени погоня за потреблением прекратится, и люди начнут думать о настоящих человеческих ценностях. То есть будут что-то создавать, созидать, нести пользу, заниматься здоровым образом жизни. Формат воркаут актуален. Во-первых, из-за того, что это доступный спорт, тебе не нужны и фитнес-клубы, ты занимаешься в любое время, когда тебе удобно. Теперь на площадке планируется регулярно проводить тренировки по воркауту для всех желающих. Андрей Горгуленко, Семен Безгин, Константин Головин. События. Работать оперативнее призвала ресурсная компания первая вице-мэр Самары Владимир Василенко. Речь идет о постранении последствий раскопок там, где проходили струбы. По регламенту приводить в порядок территорию необходимо вне зависимости от времени года. Первая вице-мэр потребовала предоставить график работ под тем участком, где уже поменяли коммуникации, но ямы пока на месте. То же самое графики. Вот по этим всем адресантам, то все поручения, которые сейчас были, составьте мне отдельную папку по всем сюда графике и вечером все не докладывайте. Начинающие предприниматели Самары могут рассчитывать на финансовую поддержку от городских властей. Компенсация на возмещение затрат составляет 350 тысяч рублей. Подача заявок на конкурс заканчивается через несколько дней. На какую еще помощь могут рассчитывать бизнесмены узнала Лариса Шалафаст. С чего начать, если решили открыть свое дело? Будущим предпринимателям рассказывают на специальном семинаре в промышленном районе Самары. Светлана Одинцова уже оформила ИП и открыла торговую точку. Планирует развивать свое дело. На семинар пришла, чтобы узнать больше полезной информации. Что нового в законодательстве? Много интересного для себя узнала. По налогам, по тремнадзору поезжает очень часто. Много чего узнаю для себя, подчеркиваю. Семинар для начинающих предпринимателей проходит в Самаре по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Полезными в работе знаниями с участниками делятся специалисты городского департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Коммерсантам рассказывают и о мерах поддержки, которые есть в Самаре. Это обучающие программы, в которых могут принимать участие как сами предприниматели, так и их работники для повышения квалификации, для выхода на новый уровень. Это представлена поддержка в виде проведения выставок всевозможных. Предприниматели, существующие, могут получить финансовую поддержку от города. Сейчас заканчивается прием заявок на конкурс на выдачу грантов. Гранты выдаются в сумме до 350 тысяч рублей на покрытие затрат на создание собственного бизнеса. Также предприниматели могут обратиться за консультацией в Самарский бизнес-инкубатор. Здесь помогают с регистрацией фирмы, разработкой бизнес-плана и могут предоставить в аренду помещения. Мы вдаем эти помещения в аренду через конкурсную процедуру. Предприниматели могут поучаствовать в конкурсе, зайти. И преимущество этих помещений в том, что они оснащены мебелью, они оснащены техникой, обеспечены круглосуточной охраной и обеспечены уборкой. Следующий семинар для начинающих предпринимателей запланирован в Октябрьском районе Самары. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков. События. Далее коротко о других событиях дня. Сегодня утром в Самаре на пересечении улиц Аврора и Партизанской произошло страшное ДТП. Там столкнулись Hyundai и Renault. По предварительным данным в ДТП пострадали трое. Две женщины, 56 и 65 лет, и мужчина. Об этом рассказали очевидцы. На место ДТП приехали медики, которые госпитализировали пострадавших с множественными травмами в одну из городских больниц. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Трамвай номер 7 вновь пустили по Московскому шоссе до стадиона «Самара-Арена». Об этом рассказали представители ТТУ «Самары». Напомним, маршрут этого трамвая неоднократно изменяли из-за того, что на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской укладывали новые рельсы в сторону «Самара-Арены». Какой-то период он ходил от станции метро «Победа» до Барбошиной поляны. В Самаре начнется подготовка к возведению станции метро «Самарская». В Самаре на улице Самарской появится гигантский котлован размером 1900 квадратных метров. Региональные чиновники приступили к поиску подрядчика для разработки проекта, в котором необходимо предусмотреть как прокладку тоннеля под Самарской от Новосадовой до Самарской площади, так и строительство самой станции. Стоимость работ оценена в 30 с небольшим миллионов рублей. На подготовку проекта отводится 8 месяцев. В Самаре местных жители признали виновными в покушении на хищение нефти. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета. В суде было установлено, что в сентябре 2017 года мужчина предложил пятерым знакомым сделать врезку в нефтепровод Куйбышев-Тихорецк. Осуществить замысел злоумышленники не смогли. Их задержали сотрудники Управления экономической безопасности. Мошенники пытались откупиться, но при передаче взятки в размере 500 тысяч рублей были задержаны. В Самаре сегодня ожидается густой туман с проливным дождем. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 10 метров в секунду. Столбики термометра поднимутся до 1 градуса тепла. Метеорологи предупреждают автомобилистов о гололедице. Они советуют быстрее переобувать свои машины. По прогнозам синоптиков, декабрь принесет массу сюрпризов. Аномальная зима наступит только с середины декабря. Она станет одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Правда ли, что подростки не любят читать, и что интернет их только отвлекает от книг и дает взамен бесполезную информацию? Миф о подростковом чтении развенчала литературный критик и эксперт всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей. Книгуру Мария Порядина. Она выступила с открытой лекцией в Самарской областной детской библиотеке. Как правильно поддержать интерес к чтению подростков, знает Андрей Горгуленко. Он попадает в меняющийся взрослый мир и пока еще не знает, как в этом мире себя чувствовать, пока он еще на каждый острый угол натыкается. Любой ответ можно найти в книгах. Не пустые слова для литературного критика Марии Порядиной. Специалист по юношескому чтению точно знает, что и дети в сложный период взросления ответы ищут в литературе. Поэтому, если подросток хочет читать, этот порыв нужно правильно поддержать. Библиотекарям и учителям Мария дает главный совет. Не нужно бояться, что в книгах ребенок может научиться плохому. Подросток обязательно сделает правильные выводы, особенно если в семье есть взаимопонимание с родителями. Главное доверие, главное понимание, главное умение поставить себя на место подростка, вспомнить себя в его возрасте и сообразить, ну я-то тоже был немножко проблемным, но я же вырос хорошим родителем и с ними тоже будет. Встреча с экспертом высокого уровня вызвала ажиотаж. Слушателями лекции стали библиотекари, преподаватели школ и вузов, представители книготорговых фирм. Для тех, кому не хватило места в зрительном зале, специалисты областной детской библиотеки запустили онлайн-трансляцию в социальных сетях. Это человек, который видит детскую литературу, умеет разбираться, имеет свое специфическое знание и мнение о ней. С этим мнением можно соглашаться или не соглашаться, но это человек, которого хочется услышать, когда-то поспорить, когда-то принять на веру, где-то радостно согласиться, что вызывает такое же ощущение. То есть это специалист детской литературы с большой буквой. Такие лекции – часть цикла. В объективе – детская литература. В областной детской библиотеке ежемесячно проводятся мастер-классы успешных авторов и экспертов не только российского, но и мирового уровня. Следующая встреча будет посвящена краеведческим историям и малой родине. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Сама распомнила поэтессу Людмилу Голодеявскую. Во Дворце ветеранов прошел концерт «Реквием». Звучали стихи и песни автора. Актеры играли и тюды по мотивам произведений. Сергей Кизоркин попытался понять, как девочка, рожденная в концлагере, научилась любить не только жизнь, но и людей. Актеры-любители Лидия Вострецова и Галина Максимова – поклонницы творчества самарской поэтессы Людмилы Голодяевской. Готовясь к вечеру ее памяти, выбрали стихотворение «Кум и кума». Когда на репетиции начали читать по ролям, поняли – получится отличный этюд. Ведь в каждой строчке – любовь к жизни и к людям. Она настолько естественна в поэзии, что прям завидна. Очень интересный человек. И, конечно, судьба у нее, не дай бог. Но, тем не менее, сохранила позитив, сохранила любовь к людям, а это очень большое значение имеет для жизни. Людмила Голодяевская родилась в фашистском концлагере. Чтобы люди не забыли о тех тяжелых временах, создала во Дворце ветеранов музей «Непокоренные». Сама проводила в нем экскурсии. А еще писала стихи и прозу о войне и о любви. К жизни, к людям, к детям. Издала два сборника стихов. Почитатели ее таланта признаются – поэзия Голодяевская и помогает по-новому увидеть мир. Самым ярким для меня стихотворением, отражающим суть самой Людмилы Михайловны, ее стихотворение называется «Говорите живым о любви». Человек, который родился в концлагере, который не понаслышке знает, что такое смерть, но больше, наверное, всего она понимала, что такое любовь. Близкая подругу Людмилы Голодяевской, поэтессы Эвелина Глазкова, вспоминает. Они познакомились на одном из творческих вечеров. Так возник союз. Голодяевская писала стихи, Глазкова перекладывала их на музыку. Человек необыкновенной светлости, необыкновенной доброты, лиричности. Мы ее помним, любим. И будем дальше продолжать такие вот выступления. В память о самарской поэтессе второй год во Дворце ветеранов проходит концерт «Реквием» «По пояс в ромашках стою». Ее стихи не забыты, их читают друзья и знакомые, участники художественной самодеятельности. До конца года в Самаре пройдет еще несколько поэтических вечеров в памяти Людмилы Голодяевской в разных районах. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. Ее вдохновляет «Волга» и сама жизнь. Самарская писательница Галина Михайлова стала лучшей в номинации литературы творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова. На суд жюри она представила книгу, посвященную Владимиру Золотареву, почетному гражданину Самары. Почему именно эту работу так высоко оценили, знает Мария Левина. Журналист, актриса, писатель. Последняя Галине Михайловой ближе всего. Почему-то мне кажется, что если есть у нас какая-то высшая сила, вот она хочет говорить через меня. Потому что мне кажется, что у меня получается в сердца и умы людей закладывать какую-то информацию. Писать она начала еще в 2008-м. С энтузиазмом щелкала по клавишам ноутбука в ванной маленькой однушке, чтобы не разбудить маленькую дочь. Свои первые работы выкладывала в интернет, чтобы пользователи смогли прочесть их бесплатно и познакомиться с автором. Девушка пишет в основном истории для женщин. Для меня источник вдохновения это небо, ветер, Волга. Да сама жизнь это и есть вдохновение. Для участия в творческом конкурсе Эдуарда Кондратова Галина выбрала несвойственный ей жанр. Рассказала о жизни человека, благодаря усилиям которого развивалась Самара. Владимир Золотарев – бывший секретарь Куйбышевского горкома КПСС. За время его работы в городе построен диагностический центр, введена первая очередь метро, появился фонтан на Осипенко и знаменитая Самарская ладья на набережной – один из главных символов города. Над книгой «Сын города» Владимир Золотарев Галина работала два года. Использовала архив, встречалась со знакомыми почетного гражданина Самары, пользовалась собственными воспоминаниями. Ей довелось брать интервью у Владимира Ивановича. Я отвечал за литературную часть. Мы смотрели книги, которые написаны о Самаре, посвященные Самаре, так или иначе связанные с Самарой. То есть, опять же, это конкурс направлен на то, чтобы рассказать о тех произведениях, которые говорят о нашем, рассказывают о нашем городе со всей искусственной, с чистотой, с добротой. У меня прокручиваются вот эти сюжетные линии или какие-то слова. Такой, нимб у меня где-то там в крылышке. Ну, то есть, я думаю, господи, ну, наверное, это вот не зря все. Вот. И я думаю, так должно быть вообще у каждого человека, кто работает на заводе или кто работает там фрезеровщиком. То есть, ну, у каждого свое дело, но он должен полностью выкладываться. Члены комиссии уверены, Галина Михайлова сумела в своем исследовании раскрыть самарцам личность Владимира Золотарева. В конкурсе имени Кондратова девушка стала лучшей в номинации «Литература». Мария Левина, Василий Кладашов. События. Талантливые исполнители из Китая, Армении, Испании и России приехали в Самару, чтобы сразиться за гран-при международного конкурса фестиваля «На крыльях музыки». Совсем скоро уже выберут победителей, а Елена Нижегородцева уже успела насладиться отборочными концертами. Международный фестиваль конкурса «На крыльях музыки» проходит в Самаре уже седьмой раз. В этом году на суд членов жюри свои творческие работы представили 300 участников из пяти стран мира. Десятки творческих коллективов и талантливых исполнителей Испании, Китая, Армении, Казахстана и России сойдутся на сцене в творческой схватке. Принимают участие профессионалы-любители, вокалисты, инструменталисты, солисты и коллективы. Участвовать можно было и заочно. Конкурсанты, у которых не было возможности приехать лично, отправляли организаторам записи номеров по электронной почте. Покорить талантом членов жюри мог любой желающий. Нет возрастных рамок и каких-либо ограничений. Яркий тому пример – 12-летний Даниил Хачатуров. В возрасте трех лет мальчик потерял зрение, но это не помешало ему стать знаменитым певцом. В своем юном возрасте участвовал более чем в 40 конкурсах. Всегда привозил дипломы лауреата. В его копилке два гран-при на доброй воле Игоря Крутого, дуэт с Дианой Гурцкой, выход в финал на телепроекте «Ты супер» и второе место на детском Евровидении. В самарском конкурсе на крыльях музыки участвует уже не в первый раз. В этом году я подготовила две композиции. Мою авторскую песню «Жизнь» и композицию Филиппа Киркорова «Посмотри, какое лето». Мы разные люди, но мы на земле, мы на земле, мы на земле каждый день. Мы все вместе. Это отрывок из моей авторской песни «Лайф». На сцене Даниил в очередной раз покорил публику своими добрыми песнями с большим смыслом. В этом году председателем жюри выбран Михаил Славкин, лауреат международных конкурсов, член Союза композиторов России. Сопредседатель Марк Коган, художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист Самарской области. В остальной состав членов жюри также входят заслуженные деятели культуры и искусств Самарской области. Все фестивали дают культуре страны, надеюсь, и источник культуры города и области тот статус, которого заслуживает наш город, наша область. И с каждым годом приходят все более подкованные профессиональные, что, собственно, на мой взгляд, как, может быть, практика является, ну, таким мерилом нужности и всеядности фестиваля. В этом году в конкурсе три номинации. Это певческо-эстрадный вокал, эстрадное и ансамблевое исполнительство. Для участников предусмотрены мастер-классы от финалиста телепроекта «Голосы» один в один, а также обучение хитростям исполнения песней на английском языке. Исполнители оценивают по множеству таких позиций. То есть, предположим, если это певческое искусство, то это и голосовые возможности, и актерские возможности, и собственная интерпретация. А если инструментальное исполнительство, то, следовательно, и владение инструментом, и точно так же артистизм. Конкурс продлится еще два дня и закончится финалом с награждением победителей. В каждой номинации три главных места, а также дипломы для остальных участников. Финал и галоконцерт состоятся 15 ноября в Самарском государственном институте культуры. Елена Нижегородцева, Дмитрий Мешканцов. События. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова